В Екатеринбурге взрослый сын запер в квартире своего пожилого и больного отца, лишив того общения и ухода. Разрешить конфликтную ситуацию удалось благодаря вмешательству сразу нескольких структур. СМИ, полиции, уполномоченного по правам человека, социальных служб областных властей и ректора университета, которому 95-летний профессор отдал полвека своей жизни. Георгий Ефимович Гермаидзе – человек широко известный в преподавательской среде. Уроженец Уфы в 1943 году после окончания школы Георгий Ефимович перебрался в Свердловск, где закончил металлургический факультет УПИ. 8 лет в мартеновских цехах, 5 лет службы в совнархозе и еще 5 лет научной деятельности. Всю остальную свою жизнь Гермаидзе посвятил преподавательству. Сначала в родном вузе в УПИ, а затем 50 лет в Свердловском институте народного хозяйства, ныне Уральском экономическом университете. Но годы и болезнь берут свое. В 95 лет Георгий Гермаидзе остался вдовцом, практически прикованным к своей кровати. Как вы день проводите? Спите хорошо? Гулять ходите на улицу? Куда у меня ноги не ходят? На улицу не выходите? Да. Я даже по квартире не могу тут все пройти. Угу. А спите хорошо? Ну... Покоряем берем ногу. Сплю, просыпаюсь. А чувствуете себя нормально? Открывай голову. Ну, как человек, больше чувствуешь. Все нормально. Ну, почему вы здесь не едете? Конечно, ненормально. До последнего времени за пожилым профессором ухаживали две женщины. Одна утром прибиралась в квартире, стирала, готовила ему завтрак, обед. Другая вечером кормила ужином, смотрела, чтобы тот принял таблетки, помогала ему с гигиеной. Однако 23 февраля 68-летний сын Георгия Ефимовича, Сергей, отказался делкам в работе, обвинив одну из них в пропаже денег и сервиза. Сергей Гермаидзе заявил отцу, что сам будет ухаживать за ним и потребовал передать ему свои пенсионные деньги на покупку продуктов и лекарств, в связи с чем между отцом и сыном возник конфликт. Вот какой диалог об отношениях пожилого профессора с сыном получился по телефону у наших коллег, журналистов портала Е1. Он вас кормит? Он за вами ухаживает вообще? Или он просто приходит, какое-то время находится и уходит? Какую-то помощь вообще вам оказывает? Нет? Ну так, почти нет. Ну вот, он меня сюда запихнул, ну и все. Иногда вижу, он требует с меня деньги. Я даже трудно не понять, почему. Он считает, что я ему должен за проживание в этой квартире, что ли, чёрт-то знает. Вы кушали сегодня, нет? Он там немножко чё-то поел. И у меня такое впечатление, что он меня тут хочет умреть. Потому что там у него сразу другие женщины появились. Я считаю, что он ведёт себя по отношению совершенно неправильно. Квартира моя, я её, пока не завещал уже. Завещание дома где-то лежит. Я думаю, что он там уже поработал. Он когда приходит, он что вообще вам говорит? Деньги требует, да. Так, понимаете, пенсия моя. Пенсию требует. Но, а вы ему сказали, что вы ему не отдадите деньги. Правильно? Ничего не даю я. Я вот сейчас думаю, подохнем, но не дам. Такое жуликоватое поведение. Он сейчас юридическими делами занимается, чего-то там добивается, чего-то рассматривает. Не знаю, со мной практически не общается. Позвонить Георгию Гермаидзе журналистов надоумили друзья семи, которые раньше регулярно навещали пенсионера, но в какой-то момент оказались перед закрытой дверью. Сергей Георгиевич сменил замки в дверях, а его отец дойти до двери, чтобы открыть ее, гостям не может. У сына свой взгляд на происходящее и своя правда. Он считает, что у его 95-летнего отца развилась старческая деменция, и посторонние люди хотят этим воспользоваться. Думаю, здесь мошенническая схема есть. Понимаете, совершенно чужие люди неожиданно, совершенно неожиданно впряглись в это дело и вцепились намертво, настолько мертво, что там бесконечные звонки идут все, кому не лень. Все почему-то о нем заботятся и хотят забрать ключ и вывести его в неизвестном направлении. Вот и все. Приезжаем два раза в день. Я привожу ему, готовлю я дома, не здесь готовлю. Ему привожу, он покушает, я ему привожу продукты. Пытаясь понять, действительно ли пожилому профессору что-то угрожает или тот наговаривает на своего сына, журналисты приехали к Георгию Ефимовичу домой. Ну, так правда, бывает у пожилых людей, которые становятся обидчивыми, как подростки, и подозревают в обмане даже самых близких людей. Корреспонденты оповестили о своих планах полицейских, но полиция оказалась решительно против общения старика с прессой. Нет у вас совести. Вы профессиональный дом. Это не профессиональный дом. Не профессиональный. Кошмар. Что вы вытворяете? Вы нуждаете инвалидов подходить к дверям. Когда в квартиру к отцу по просьбе полиции пришел его сын, участковая сделала все, чтобы не дать журналистам поговорить с ним. Вот, подождите, вы куда? Да, вы мне объясните. Мы не будем заходить. Вас вот не хотят с вами не общаться, ничего. Мы выполняем свою работу, должностные обязанности. А почему вы закрываете? Почему люди вот не хотят, вы почему нарушаете? До свидания. Дождавшись, когда участковая в присутствии сына проверила состояние пенсионера, журналисты еще раз попробовали задать Сергею Георгиевичу свои вопросы. Но тот отказался от общения. Да, к нам обратились друзья семьи, которые рассказали, что вы... Какие друзья? Я таких не знаю. Мало ли, что вы не знаете. А вы знаете друзей семьи? Да, мы знаем друзей семьи. Смотри, мы... Я не знаю друзей семьи, они знают. Скажите, пожалуйста, вы сиделка, я правильно понимаю, да, которая с ветераном сидела? Стоялка. А почему вы не хотите рассказать? Стоялка. Почему ветеран... А почему у вас ваш отец двое суток в квартире без еды, находится, пьет одну воду? И почему он говорит... У нас запись разговора с ним есть о том, что вы у него... Мне на фейк-курс это называется Почемучка. Мне зачем Почемучка? А вот почему ты Почемучка? То есть вы не будете отвечать на вопросы, правильно? Это вопросы, меня пол мира знает, и что? Ну, ответь-то на вопросы. Понятно. Как бы то ни было, но появившаяся в СМИ информация заставила подключиться к решению этого конфликта и бывших работодателей, профессор и областные власти. Уже сегодня Сергей Гермаидзе сообщил, что ему звонили из Минздрава и предложили поселить его отца в Уктузский пансионат для престарелых и инвалидов, где ему будет обеспечен круглосуточный уход. Очередь в эту государственную богодельню довольно большая, но в благодарность за былые заслуги. Георгий Ефимовича там готовы принять хоть сегодня. Путевки в этот пансионат бессрочны. Как правило, старики там доживают до смерти. Как сообщили в пресс-службе Уральского государственного экономического университета, ветеран труда Георгий Гермаидзе получает социальные повышенные выплаты от университета, является активным участником всех мероприятий Совета ветеранов УРГЭО, сам в прошлом занимал пост председателя совета. Профессор внес большой вклад в развитие университета и руководство ВУЗа окажет Георгию Ефимовичу всю возможную поддержку. Сейчас ему необходим постоянный уход и решается вопрос о его отъезде на постоянное проживание в пансионат, либо о постоянном уходе на дому. Но чтобы соцслужба могла предоставить такие услуги, необходимо передать социальным работникам ключи от квартиры. Сейчас мы решаем этот вопрос, чтобы все было безопасно. В последнее время, говорят в университете, начали появляться странные люди, которые называют себя родственниками Георгия Ефимовича, хотя он их не узнает. Они пытаются попасть в квартиру, представляются то родственниками, то сотрудниками социальных служб, то друзьями семьи. Можно понять, что есть некоторые опасения в передаче ключей третьим лицам. Конец цитаты.